Телеканал КРТ представляет Президент Венесуэлы Хуан Гуайда Лично встречался с главой американской охранной фирмы Сильверкорп Джорданом Гудро в Вашингтоне Для обсуждения деталей вооруженного вторжения Заявил один из задержанных наемников Антонио Секеа Видео допроса которого транслировалось по государственному телевидению республики Цитата В середине марта, когда Гуайда находился в поездке в США Джордан Гудро сообщил нам по телефону Что находится на встрече с Гуайда в Белом доме И что тот расценивал его в качестве военного советника Для смещения режима в Венесуэле Это придало нам уверенности и ощущение безопасности Поскольку годом ранее мы видели Джордана Гудро Вместе со службами безопасности президента Дональда Трампа Конец цитаты Один из двух задержанных американских наемников сообщил на допросе Что вместе с сообщниками должен был взять под контроль аэропорт И доставить туда венесуэльского лидера Чтобы затем увезти его в США Президент США Дональд Трамп заявил Что Вашингтон не имеет отношения к группе лиц Арестованных в Венесуэле И что цитата США не стали бы скрывать факт проведения операции Против этой страны Если бы планировали ее Конец цитаты Американские мастера стендапа Нервно курят на карантине В самих же штатах Неуемный Дональд Трамп Призвал власти штата Калифорния Позволить официально возобновить работу Единственного в США автомобильного завода Тесла Разумеется Призыв был размещен в Твиттере Цитата Калифорния должна позволить Тесла и Илону Маску Открыть завод сейчас Это можно сделать быстро и безопасно Конец цитаты За несколько часов до этого Илон Маск сообщил о возобновлении работы завода Вопреки запрету властей округа Аламида Где расположено предприятие Конфликт возник из-за того Что губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом Подписал распоряжение Согласно которому Решения о продлении карантина И уровня ограничений Принимаются властями округов и городов В Аламиде продлили самоизоляцию До конца мая Но, похоже, наиболее жесткую И последовательную позицию Дональд Трамп занимает по отношению К Саудовской Аравии Которая стала причиной Предбанкротного состояния Американской нефтяной отрасли В первую очередь Сланцевой добычи Общая арабская газета Раль Ай Яум Расположенная в Лондоне Опубликовала очень интересный материал Союз с 1945 года Нефтяной кризис Угрожает детищу Рузвельта и Абдул Азиза Издание напоминает Что Американо-Саудовскому альянсу Прозванному католическим браком То есть нерасторжимым союзом Уже более 75 лет Однако сегодня он находится На грани развала Члены Конгресса Обвинили Королевство В участии в экономической войне Против Соединенных Штатов После того, как в марте этого года Саудовская Аравия Объявила об увеличении добычи нефти До 13 миллионов баррелей Цитата Нынешнее падение цен на нефть Стало тяжелейшим ударом По нефтяному сектору В Соединенных Штатах За всю историю Так как сотни компаний Сейчас не могут производить нефть Стоимость добычи американской нефти Очень высока По сравнению с Саудовской Таким образом Миллионы рабочих мест Которыми так гордился Президент США Дональд Трамп Начали исчезать С беспрецедентной скоростью Пока СМИ не сообщили О планах сотен компаний Работающих в нефтяном секторе Объявить о коллективном банкротстве Конец цитаты В материале содержатся Интересные дипломатические подробности В апреле ряд ведущих Политических партнеров Эр Риада В американском конгрессе Сообщили послу Саудовской Аравии В Вашингтоне Риме Бинт Бандар Что отношения между двумя странами Цитата Изменятся И они примут жесткие меры Против эр Риада Из-за наводнения рынка нефтью Конец цитаты Рай Аль-Яум Ссылается на рассказ Сенатора Теда Круза Который утверждает Что посол защищала свою страну Обвинив во всем Россию На что сенатор ответил Мол Россия В отличие от Саудовской Аравии Вовсе не друг США Цитата Вы ведете себя совсем не как наши друзья Поскольку пытаетесь уничтожить Тысячи небольших предприятий в Техасе И по всей стране Конец цитаты Издание напоминает Что большая часть американской нефтянки Расположена в Техасе Северной Дакоте и Луизиане О плоти республиканцев Кстати, сам Тед Круз представляет Техас В то же время Отношения Эр Риада С демократической партией Имеющие большинство в Палате представителей Также испорчены Убийством саудовского журналиста Джамала Хашоги Изближение наследного принца Мухаммеда Ибн Салмана С Дональдом Трампом Цитата Демократы неоднократно пытались Наказать Саудовскую Аравию За нарушение прав человека И продолжение войны в Йемене Но эти попытки Всегда встречали противодействие Со стороны республиканской партии Исторически известной Своей поддержкой королевства Конец цитаты 23 апреля сенатор-республиканец От нефтеносной Северной Дакоты Кевин Крамер заявил Цитата «Мне было трудно Объяснить избирателям Почему мы тратим свои деньги И рискуем жизнью Чтобы защитить Саудовскую Аравию Которая так обходится С нами сейчас Защищать саудовцев Стало чрезвычайно трудно» Конец цитаты Рай Аль-Яум Со ссылкой на американских Экспертов утверждает Что исторический альянс Сформированный президентом США Франклином Рузвельтом И основателем Саудовского государства Королем Абдул-Азизом Аль-Саудом В 1945 году Находится на грани Краха Цитата Согласно американскому журналу Foreign Policy Фундаментом этого союза Были поставки нефти в США В обмен на гарантии Эр-Риаду В области безопасности В настоящее время Эта формула не работает Так как Вашингтон Не зависит Как в прошлом От саудовской нефти Напротив Он хочет избавиться от нее Или ввести пошлины И тем самым Защитить свои компании И поэтому нет необходимости Брать на себя обязательства И гарантировать Королевству безопасность Единственное Что сейчас связывает Саудовскую Аравию С Соединенными Штатами Это Трамп Отметил аналитик Брюс Ридл Проработавший в ЦРУ 30 лет Конец цитаты При этом автор статьи Напоминает Что когда летом 2019 года Иранцы совершили нападение На нефтяные танкеры В районе Просидского залива Трамп ответил Что Япония и Южная Корея Должны сами защищать Свои корабли Когда осенью того же года Были атакованы Ключевые нефтяные объекты Саудовской Аравии На которые приходится Почти 5% Мировой нефтедобычи Цитата Трамп опубликовал Что осуждает нападение А затем потребовал Чтобы Саудовская Аравия Заплатила Вашингтону За защиту Своей безопасности Конец цитаты Саудовской Аравии